В этом выпуске мы расскажем вам про самые невероятные дожди из животных. Думаете, с неба может падать только вода? Как бы не так. Если вы считаете дожди из рыб, пауков и даже змей фантазий, то это видео вас разубедит. Ужасный змеиный дождь в Америке, морепродукты, вывалившиеся на Китай, и странные падения птиц в Швеции – все это и многое другое в сегодняшней интересной подборке. Немного истории В английском языке для обозначения сильного дождя используется странная фраза «дождь из кошек и собак» – «Raining cats and dogs». Но откуда взялась эта фраза, и на самом ли деле животные могут падать на нас с неба? Оказывается, в исторических документах упоминания о дождях из живых существ появляются еще со времен античности. Конечно, древние источники могут существенно преувеличивать масштаб явлений, но факт остается фактом. Дождь из лягушек и рыб встречается в работах древнеримского писателя Плиния Старшего. Рисунки, изображающие дождь из животных на скалах, были найдены в археологических исследованиях. Кроме того, есть тысячи очевидцев, свидетельствующих об этих странных дождях в ходе человеческой истории. С течением времени стало ясно, что живые дожди – не выдумка. Подобный феномен не раз регистрировался официальной наукой. Ученые-метеорологи уверены, что появление таких осадков вполне объяснимо. Но почему же они происходят? Смотрите дальше. Рыбный дождь. Мексика. На северо-востоке Мексики из облака вместе с дождем пролилась рыба. Об этом сообщило правительство штата Томаулипас. В сообщении было представлено несколько фотографий. На одной из них рыбы лежат прямо на тротуаре, на второй – уже собранный в пакет улов. Как правило, большинство проявлений такого дождя наблюдается после штормов, чаще всего после смерча. Ранее, возле западного побережья Мексики, сформировался тропический шторм Пилар, скорость ветра которого достигала 72 километров в час. Его метеорологи и обвинили в необычных осадках. Змеиный дождь. Согласитесь, раз с неба на нас могли упасть самые разные живые существа, должен же был на свете случиться и тот самый ужасный дождь из змеи. И он случился. Самый известный дождь из змей шел в Америке в начале 1877 года. Тогда на улице города Мемфис с неба посыпались змеи. Тысячи черных созданий длиной от 30 до 50 сантиметров. Местные жители были в ужасе от такого явления и связывали это событие с небесной карой. Ученые предполагали сразу несколько объяснений случившемуся. Традиционный ураган или массовую истерию. Незадолго до дождя улицы города серьезно ремонтировали, и строители могли потревожить массовое жилище змей под одной из дорог. Так что версию с дождем напуганные жители вполне могли вообразить себе позже. Тем из вас, кто до сих пор не уверен в правдивости слухов о живых дождях, мы советуем досмотреть это видео до конца, ведь в финале мы расскажем вам о стране, где такие дожди идут каждый год, и им уже давно никто не удивляется. Помимо этого, вы узнаете о дождях из пауков, от которых идут мурашки по коже, и увидите необычные последствия дождя из морепродуктов в Китае. Будет интересно. Дождь из пауков. Австралия. В 2015 году в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии прошел мощный дождь из пауков. Местные жители приняли это природное явление за наступление конца света. Наибольшая концентрация пауков, падавших с неба, была отмечена в районе города Голберн. Публикуя фотографии в социальных сетях, люди сравнивали это со снегопадом, а из-за обилия шелковистой паутины можно было встретить сравнение с волосами ангела. Были и панические прогнозы приближения апокалипсиса. Арахнологи поспешили успокоить местных жителей. По их данным, ежегодно в мае и августе только что родившиеся пауки забираются высоко на деревья, где мастерят из паутины своеобразные парашюты. Ветер подхватывает их и перемещает на большие расстояния. Многие из них гибнут в пути, их съедают хищники, или же они приземляются в воду, где также не имеют шанса на выживание. Впрочем, поскольку речь идет о миллионах особей, популяция пауков в целом успешно осваивает новые территории. Однако иногда направление и сила ветра не позволяют паукам выполнить возложенную на них эволюции задачу. Так, по всей видимости, и случилось в новом Южном Уэльсе. Ветер, подняв пауков, внезапно резко сменил направление и также резко затих. В результате членистоногие массово обрушились на землю в одной области. И Бразилия Надо сказать, далеко не все жители Австралии ударились в панику. Некоторые из них слышали, что в 2013 году подобное явление уже происходило в Бразилии. Тогда же в интернете появилась любительская запись с огромным количеством пауков, которые свисают с проводов линии электропередачи и плетут огромную сеть. Ролик был снят в муниципалитете Санту Антонио до Плотина. Местное научное сообщество подробно изучило хозяев паутины и вынесло успокаивающий вердикт. От них больше пользы, чем вреда. Каждая сеть пауков может достигать 4 метров в длину. В нее попадают насекомые и даже мелкие птицы. Но главная польза – пауки питаются москитами, которые особенно досаждают в теплую влажную погоду. В любом случае, опасности для людей эти пауки не представляют. Яд этих пауков для человека не опасен, а их укус причиняет не больше дискомфорта, чем укус муравья. Дождь из лягушек в Сербии В 2005 году в небольшом сербском городке к северо-западу от Белграда с неба внезапно посыпались лягушки. По словам местных жителей, за несколько минут на землю попадали тысячи существ, причем они отличались от лягушек, которые водятся в местных водоемах. Климатолог Слависа Игнатович подобному явлению не удивилась. Она объяснила, что незадолго до начала дождя над страной прошелся ураган, скорость ветра в эпицентре которого периодически формировала подобие торнадо. Такие воронки могут всасывать в себя любые легкие частицы и предметы с поверхности земли и воды. Обычно торнадо уносит с собой только пыль и мелкий мусор, но в этот раз, очевидно, оно хорошенько прошлось по болоту. Дождь из морепродуктов Китай В китайском городе Циндао из-за сильного шторма в Желтом море пошел дождь из морских животных, осьминогов, креветок и морских звезд. Видео происшествия опубликовали на Ютубе. Осталось в сети и множество фотографий, сделанных местными жителями, которые активно делились своими впечатлениями от произошедшего. Некоторые представители научного мира посчитали сообщение фейком. Что ж, сложно отрицать, что фотография летящего с неба огромного осьминога кажется немного нереалистичной. Однако позже в прессе появились данные, которые подтвердили правдивость сообщений. Как и в случае с рыбными дождями в Мексике, причиной произошедшего считается шторм, прошедший над Желтым морем в нескольких километрах от побережья Китая. Кроме того, такой феномен уже случался раньше. В 1978 году дождь из креветок шел в австралийском Новом Южном Уэльсе. По данным журналистов, китайская метеорологическая администрация официально подтвердила, что на суше оказалось множество морских обитателей самых разных видов. В виде осадков выпадали осьминоги, креветки, морские звезды и мелкая рыба. Отмечается, что из-за сильного ветра морские обитатели могли оказаться на расстоянии до нескольких сотен метров от воды. Загадочный циклон из головастиков В 2009 году жители Японии столкнулись со странным явлением. Сразу на несколько городов обрушились ливни из головастиков. С начала лета странные феномены были замечены сразу в нескольких населенных пунктах префектуры Исикава. Например, 55-летний житель города Нанао стал свидетелем ливня из головастиков на автомобильной стоянке в деловом районе города. Мужчина не сразу понял, что происходит. Странный звук дождя привлек его внимание к каплям. И тогда он заметил, что все оставленные на парковке автомобили покрыты головастиками. По его словам, на 10 квадратных метрах парковки он смог разглядеть более сотни личинок земноводных. Через двое суток аналогичный случай произошел в городе Хакусан, расположенном в той же префектуре Исикава. Было выдвинуто сразу несколько гипотез относительно происходящего, однако ни одна из них не была подкреплена достаточным количеством доказательств. Большинство ученых полагало, что головастики могли быть перенесены в Исикаву сильными ветрами, однако метеорологи с этой теорией не согласны. По их данным, в дни, когда в городах префектуры были зарегистрированы дожди из личинок, погода в регионе была спокойной. Ряд исследователей предположили, что на землю головастиков уронили пролетавшие птицы, которые несли личинок в клювах. Однако орнитологи высказались резко против этого предположения, ведь, несмотря на то, что птицы действительно часто роняют добычу, таких масштабов явления достичь не могло. Для исполнения ливня такой силой и плотностью над Японией должны были пролететь сразу десятки тысяч птиц. Падение птиц в США Тайна черных дроздов штата Арканзас привлекла внимание мировой общественности в первые дни 2011 года. От трех до пяти тысяч птиц буквально упали с неба. Их тушками были усеяны шоссе, улицы и дворы. По мнению орнитологов, птиц напугали новогодние фейерверки. Спасаясь от них, они спускались слишком низко и сталкивались с различными препятствиями. Но фейерверки не объясняли другой аномалии, случившейся в то же самое время и в том же месте. В том же году около сотни мертвых птиц, среди которых галки-вороны-сороки, обнаружили в ночь на среду местные жители города Фальчопинга, расположенного на юго-западе Швеции. Один из очевидцев происшествия, описывая увиденное им, сказал, что он возвращался поздно вечером с работы, когда увидел массу черных пятен на дороге одной из улиц города. Многие из птиц умерли к моменту прибытия на место аварийной службы. В течение ночи пернатых переместили на обочину дороги, а само место происшествия было оцеплено в радиусе 500 метров. Страна рыбных дождей По всему миру выпадение животных дождей до сих пор считается редчайшим явлением, но существует на нашей планете страна под названием Гондурас, где такие ливни – обычное явление. Науке неизвестно, когда в гондурасском городе Йора выпал первый дождь из рыбы, однако его упоминания встречаются в фольклоре коренных жителей. Пока весь научный мир ломает головы над феноменом рыбного дождя, жители просто искренне радуются ему. С 1998 года там даже происходит фестиваль, посвященный этому удивительному событию. Мероприятие собирает тысячи человек, которые устраивают костюмированные представления, зажигают фейерверки и танцуют на улицах города. Недалеко от города Йоро, столицы одноименного гондурасского департамента, рыбные осадки выпадают каждый год. Это происходит во время сезонных дождей, который длится с мая по июль. Начинается все с того, что во второй половине дня над городом нависает огромная темная грозовая туча. Спустя примерно 45 минут после проливного дождя, сопровождающегося яркими вспышками молний, частыми оглушителями, раскатами грома и сильным ветром, все лужи в округе наполняются еще и живой рыбой. Привыкшие к такому дождю местные жители, нисколько не боясь бури, выбегают на улицу с корзинами в руках. А в комментариях напишите, хотели бы вы увидеть подобные дожди своими глазами. Спасибо вам большое за просмотр!